Процесс импорта автомобиля из Японии на Кипр – это не просто вопрос логистики и финансов, он тесно связан с меняющейся динамикой международной политики. Недавние политические сдвиги, особенно в торговой политике и международных отношениях, существенно изменили ландшафт. Например, изменения в торговых соглашениях или санкциях могут повлиять на тарифы и доступность морских путей, что напрямую влияет на стоимость и возможность импорта автомобилей. Понимание этих политических подводных течений необходимо всем, кто хочет успешно ориентироваться на этой сложной местности. Более того, политическая нестабильность может привести к внезапным изменениям в правилах, которые могут повлиять на документацию, необходимую для импорта автомобилей на Кипр. Это может привести к задержкам или дополнительным расходам, если новые правила будут поспешно введены в действие. Как для автолюбителей, так и для дилеров быть в курсе этих изменений крайне важно, чтобы избежать неожиданных препятствий. Обращение к знающему таможенному брокеру или юристу, специализирующемуся на международной торговле, может предоставить бесценную информацию и обновление по этим вопросам. Кроме того, важно учитывать экологические и беспечностные нормы, которые вступают в игру. Разные страны часто имеют разные стандарты выбросов автомобилей и функций безопасности. Япония и Кипр могут иметь разные требования, которые могут потребовать модификации транспортных средств, прежде чем они будут считаться пригодными для эксплуатации на Кипре. Это не только увеличивает расходы, но и увеличивает время, прежде чем автомобиль можно будет легально водить. Наконец, нельзя упускать из виду экономические последствия политических решений. Например, укрепление или ослабление японской иены по отношению к евро может существенно повлиять на общую стоимость покупки и импорта автомобиля на Кипр. Мониторинг тенденций Форекс и, возможно, консультации с финансовым экспертом могут снизить некоторые из этих финансовых неопределенностей. Путешествие автомобиля из Японии на Кипр – дело небыстрое, и последние события только увеличили время транзита. Эти задержки можно объяснить несколькими факторами, в том числе более длинными маршрутами, которые приходится выбирать, чтобы избежать зон конфликтов или районов с высоким риском пиратства. Увеличение времени транзита не только испытывает терпение покупателей, но и связывает капитал, который мог бы быть использован в другом месте, влияя на общую эффективность автосалонов и бюджеты частных покупателей. Более того, длительное время, которое автомобили проводят в пути, может подвергать их воздействию различных факторов окружающей среды, таких как высокая влажность, соленая вода или экстремальные температуры, которые не идеальны для сохранения. Это особенно важно для старинных или классических автомобилей, которые могут не обладать такой же устойчивостью к таким условиям, как новые модели. Поэтому понимание специфики маршрута и ожидаемых погодных условий во время перевозки становится критически важным. Кроме того, более длительные сроки доставки увеличивают вероятность возникновения логистических сложностей. Это может быть связано с забастовками в портах или механическими проблемами на борту транспортного судна. Каждый день, добавляемый к путешествию, увеличивает риск таких сбоев, которые могут еще больше задержать прибытие автомобиля и увеличить расходы, такие как дополнительные сборы за хранение в портах. Не следует недооценивать и психологическое воздействие на покупателей и продавцов. Задержки могут привести к разочарованию и тревоге, особенно когда речь идет о больших суммах денег. Этот стресс можно несколько смягчить, выбирая надежные транспортные услуги, известные своей пунктуальностью, и поддерживая четкие, открытые линии связи с ними на протяжении всего процесса транспортировки. Транспортировка автомобилей на большие расстояния и в различных условиях окружающей среды сопряжена с рядом рисков, особенно для гибридных и электрических автомобилей. Одной из распространенных проблем при длительных перевозках является разрядка аккумуляторов. Гибриды и электромобили сильно зависят от своих аккумуляторных систем, которые могут деградировать, если их не обслуживать должным образом во время транспортировки. Эта деградация может сократить общий срок службы и эффективность аккумулятора, что приведет к значительным расходам после покупки для новых владельцев. Кроме того, топливная политика судоходных компаний также может представлять риск. Чтобы свести к минимуму опасность возгорания, компании часто требуют, чтобы автомобили перевозились с практически пустыми топливными баками. Однако это может быть проблематично для автомобилей, которые не заправляются сразу по прибытии, поскольку езда с низким уровнем топлива может повредить двигатель автомобиля. Для покупателей крайне важно организовать немедленную заправку и проверить состояние двигателя по прибытии автомобиля на Кипр. Еще один риск связан с физическим обращением с транспортными средствами во время погрузки и разгрузки с корабля. Неправильное обращение может привести к царапинам, вмятинам или более серьезным повреждениям, которые могут не покрываться страховкой, если условия страхования не проверены и не поняты досконально. Крайне важно убедиться в том, что судоходная компания имеет комплексное страховое покрытие, которое защищает от таких повреждений. Наконец, изменения температуры и влажности во время транспортировки могут повлиять на механические части и салон автомобиля. Кожаные салоны, например, особенно подвержены воздействию высокой влажности, которая может вызвать появление плесени или грибка. Использование осушителей воздуха в транспортном контейнере или выбор климат-контролируемых вариантов транспортировки может помочь снизить эти риски. Раздел 4. Угрозы во время доставки, катера и дроны. В дополнение к стандартным рискам, связанным с перевозкой автомобилей, существуют специфические угрозы, которые стали более распространенными в последнее время, такие как пиратство на маломерных судах и перехваты дронов. Эти угрозы особенно актуальны в некоторых районах, где политическая нестабильность или конфликты могут привести к усилению присутствия преступных элементов, стремящихся захватить ценные грузы. Нападения с маломерных судов часто направлены на крупные грузовые суда, которые движутся медленно и heavily loaded, что делает их уязвимыми. Эти пираты могут не только украсть ценные вещи, но и повредить автомобили, пытаясь добраться до других товаров. Обеспечение того, чтобы маршрут доставки избегал известных пиратских точек или использование конвоев, охраняемых сотрудниками службы безопасности, может быть эффективной мерой. Перехваты дронов связаны с использованием дронов для разведки, а иногда даже для нападения на грузовые суда. Хотя это относительно новая форма угрозы, она получила распространение в регионах, где технологический доступ сочетается с конфликтами. Внедрение технологий борьбы с дронами или обеспечение того, чтобы судоходная компания принимала меры противодействия таким угрозам, имеет решающее значение для обеспечения безопасности груза. Кроме того, геополитическая напряженность может привести к целенаправленным сбоям в морских перевозках, включая использование тактики военного уровня против коммерческих судов. Постоянное информирование о глобальной политической ситуации и выбор маршрутов, пролегающих вдали от зон конфликтов, может значительно снизить эти риски. Кроме того, комплексное страхование, покрывающее такие нетрадиционные угрозы, может обеспечить финансовую защиту от потерь, возникающих в результате этих специфических рисков. Также рекомендуется работать с судоходными компаниями, которые имеют проверенный опыт эффективного решения таких проблем. Раздел пятый. Практические рекомендации по безопасному импорту. Чтобы успешно пройти сложный процесс импорта автомобиля из Японии на Кипр, можно предпринять несколько практических шагов. Во-первых, тщательная проверка полномочий, истории и отзывов о судоходной компании может дать уверенность в ее надежности и эффективности в обращении с ценным грузом. Это включает в себя проверку мер безопасности, которые они принимают против современных угроз, таких как пиратство и дроны. Во-вторых, желательно выбрать страховку, покрывающую широкий спектр потенциальных повреждений и убытков. Это должно включать покрытие как распространенных проблем, таких как повреждения при транспортировке, так и менее распространенных, но потенциально разрушительных рисков, таких как пиратство или экстремальные погодные условия. Понимание всех тонкостей этих страховых полисов может избавить от многих огорчений и денежных потерь в случае неприятностей. Кроме того, поддержание открытых линий связи с судоходной компанией на протяжении всего процесса транспортировки может помочь отслеживать статус автомобиля и быстро решать любые проблемы, которые могут возникнуть. Это также включает в себя наличие контактов в судоходной компании, которые могут предоставить обновления и заверения по мере необходимости. Наконец, стоит рассмотреть возможность использования технологий, таких как GPS-трекеры, которые могут быть установлены в автомобиле и предоставлять данные о его местоположении в режиме реального времени. Это не только добавляет дополнительный уровень безопасности, но и помогает планировать его прибытие и немедленные потребности, такие как заправка и проверка технического обслуживания. Предприняв эти шаги, покупатели и дилеры автомобилей на Кипре могут значительно снизить риски, связанные с импортом автомобилей из Японии и обеспечить более гладкий и предсказуемый процесс.